Глава 37.197. Глава 37.197. Глава 38.197. Глава 38.197. Глава 39.197. 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 Глава 39.197.197. А он послал такие пустые и исполненные гордостью слова, чтобы оскорбить Бога живых. Это не городу была осада и не нам, бесславием. Но, напротив, нам было великой скорбью, что он осмелился все это высказать против Бога и поносил его обидными словами. Он не сказал ни одного слова, чтобы обнаружить свое великое благочестие. И да помолишься Господу Богу твоему оставшихся этих. Смотри, следствие несправедливых слов врага, молитва Иезекии, душевное настроение пророка и вместе угнетенное состояние остальных соединены со многой скорбью. Также и мы будем прибегать к тем, которые могут свободно говорить с Господом, потому что они твердые башни для нашей защиты. Но недостаточно только прибегать к ним. Иезекии и сам не переставал молиться, хотя и возвестил к пророку, прежде того один, а потом вместе с ним он усердствовал в молитве. Поэтому не следует пренебрегать молитвой, а не только прибегать к святым. Царь покрылся пеплом, хотя был в славе только за тем, чтобы удержать войну. Ты же обыкновенный человек, лишенный почестей, не приходишь молиться к Богу, но украшенный, в развивающейся тунику, намазанный благовониями, ты пренебрегаешь быть в мире с тем, который прогневался на тебя. Хотя никто, подверженный бездействию, не может примириться с царем царей и угодить ему прогневавшемуся. 199. Подумай о величии того, которому молишься, о множестве своих грехов и обренности своей природы, и, сознав это в своем уме, смиряй себя ничтожного. Хотя ты и облачаешься в рубище, однако ты и не сделал ничего достойного того, которому желаешь угодить. 209. Время скорби и слез, а не смеха и радости. Мы всегда много согрешаем и вызываем гнев Божий. Уже ли нам не должно, по крайней мере, на какой-либо час воздерживаться от грехов? 209. И сказал им Исайя, так, скажите господину вашему, так, говорит Господь, не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского. 211. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его. 222. Смотри, как он возбуждает его и ободряет. Он говорит, порицал меня. Когда дело стоит таким образом, ты не бойся. 233. Когда Бог считает обиды нанесенными ему самому, тому и следствие их не должны приходить в смущение. 244. Он говорит, против меня восстает, против меня ведет войну. 255. Он говорит о последнем наказании, не объявляя о всех последовательно бывших постоянных ударах. 255. Мне кажется, он не обрек бы его такому наказанию, если бы тот не упорствовал в том же пороке. 265. Этими словами в то же время Бог ободрил дух Езекии. 266. Если бы он сказал, что тому должно пасть от меча в стране твоей, иудейской, то он, конечно, навел бы на него сомнение, 276. Что тот, хотя и падет от меча, однако может навредить ему. 276. Когда же падает в своей стране, то земля его, Езекии, остается безопасной. 286. Потом, для искоренения гордых умов, пророк говорит, я послал путем прямым. 297. Это служит к тому, чтобы сами неприятели уверовали в великую силу Божию. 297. И взял Езекий письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекий перед лицом Господним. 307. И молился Езекий перед лицом Господним, и говорил. 317. Он взял книгу, как бы великое вооружение, чтобы Бог согласился с ним. 318. Смотри, отец всего был неверующим, а он напротив, исполнен верой и жестоко борется против врага. 318. Откуда он взял оружие против завоевателей? 318. Из дома Божия, из молитв и прошений. 329. Эти оружия великие и необходимы для того, чтобы всегда и везде призвать от Бога помощь Господи Саваофа Божий Израилев. 329. Саваофом называются высшие силы, ангелы и архангелы. 339. Оскорбление неприятелей, говорит, нисколько не подвигли меня. 349. Вследствие их хуления я отнюдь не думаю, будто теперь бессильна помощь Твоя. 359. Хотя бы и часто умоляли славу милосердия Твоего, однако я исповедую Твое великое могущество не только над землей, но и на небесах. 359. Почему же? Бог силен, а вы недостойны спасения, поэтому он и прибавляет Божий Израилев. 369. Я всемогущ, потому что я Господь Саваоф, то есть сил. Ты желаешь, и это угодно тебе, потому что ты Господь Израилев, сидящий на херувимах. 379. Так как варвар думал, что Богу принадлежит только Иудея, небольшая часть вселенной, и обращался к Богу как бы к равному себе, 389. То есть зеки для уничтожения этого мнения говорит, ты царь вселенной. 391. Ты не только царь, но ты единый, несравнимый с кем-либо, не имеющий себе союзника или товарища, как думает сириец. 401. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь, открой, Господи, очи Твои и воззри. 411. И услышь слова Синахирима, который послал поносить тебя, Бога Живого. 422. Правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны и земли их, и побросали богов их в огонь. 433. Но это были не боги, а изделия рук человеческих дерева и камень, потому и истребили их. 444. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки Его, и узнает все царства земли, что ты, Господи, Бог один. 454. Ты сотворил небо и землю. 455. Если они дела могущества Твоего, то тем более их обитатели. 465. Таким образом, сила Божия показывается везде, не только от своих, но и от чужих, потому что они были демоны, а не боги. 476. Я и без свидетельства знаю Тебя, но чтобы и другие узнали Тебя из совершенства Твоих творений, и чтобы спасение было общим учением и правилом для всех. 487. Пусть город освободится от бедствий, чтобы весь мир спасся от заблуждения. 497. Надежда Иерусалима научит имеющих великий варварский образ мысли. 508. Видишь ли, он управлял всеми делами, и по исполнению их имел способность в прорицание. 51. И послал Исаия сына Мосса в Кизекии сказать, 52. Так говорит Господь, Бог Израиля, о чем ты молился мне против Синахерима, царя Ассирийского. 52. Он не говорит, что рай тебя я услышал, царя, но ради молитвы, которую ты молился. 53. Всегда после молитвы мы видим дар. 54. Но разве Бог не мог без молитвы даровать спасение? 54. Но тогда спасен и не приготовлял себе ни добродетели, ни предвидения. 55. Вот слово, которое Господь изрек о нем. 56. Презреть тебя, посмеется над тобой девствующая дочь Сиона. 57. Покачает вслед тебя головой дочь Иерусалима. 58. Прежде он говорит об избиении неприятеля, чтобы ободрить языки. 58. Разве видимые вещи не убедят тебя? 59. На кого направил стрелы? 59. Против кого ты возвысил голос твой, что и ныне говоришь вселенную всю захвачу рукой моей, как гнездо, как оставленные яйца? 59. Теперь ты поносишь меня и считаешь мою силу своею. 60. Разве не слышал ты, что я издавна сделал это? 60. В древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин. 61. Смотри, какую помощь доставляют нам пророки. 61. Так как ты не уверовал, то я поставлю судилище и посажу в суде всю вселенную. 62. Царь Ассирийский говорил, своей силой и советом я овладел тем и другим городом. 63. Напротив, говорит Бог, не своей силой и мудростью, но моею, так как прежде, чем это исполнилось, я предсказал тебе. 63. Но, тот говорит, я этому не верю. Если ты не веришь, то конец событий научит тебя. 64. Если я какого-либо жалкого делаю внезапно мужем храбрым и властелином, то не открывается ли отсюда, что и прежде, не без моей воли, совершилось такое разрушение города? 61. Иначе от малой победы должно верить великому. 61. Так как язычники не веруют Христу, говорящему о воскресении, то мы покажем им большее дело, чем воскресение, чтобы они не сомневались относительно меньшего. 62. Привести весь мир чуждой веры ко Христу гораздо больше, чем воскресение. 63. Телесная природа не противится воле Творца и не может ему противостоять. 63. Божественная свобода пожелала творения тел, и они произошли. 64. Кроме того, она желала, чтобы люди были добрыми, но те не были таковыми. 64. Когда ты видишь, что совершилось что-либо весьма трудное, веруй в то, что более легко, потому что все содержится под божественной властью. 65. Некоторые же вещи не только подлежат этой власти, но и зависят от своего свободного изволения. 65. Точно так же и пророчество тогда познается лучше, когда оно открывается не только то, что сам Бог намерен делать, но и то, что желаешь ты сам. 66. Смотри, что здесь говорится. 67. Хотя Бог показывает свое могущество, но причина такого проявления зависит от него. 68. Сядешь ли ты? Выйдешь ли? Войдешь ли? Я знаю все. 69. Знай и дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удела мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогой, которой ты пришел. 69. И вот тебе и зекие знамения. Ешьте в этот год выросшие от упавшего зерна и на другой год самородное, а на третий год сейте и жните и садите виноградные сады и ешьте плоды их. 69. Он показывает свое долготерпение, как относительно садамлям, не то сейчас после возмущения твоего, я восстал против тебя, говорит, но я выжидал восхождения твоего ко мне. 69. Слово направляется к языке. Вы не пойдете в рабство, но будете есть то, что посеяли. 70. Этим он объявляет, что вы не будете побеждены неприятелем. 70. Мне кажется, словами «Лето второе», которое вырастет, обозначает, что будет изобилие хлеба, то есть, что земля произведет плодов настолько, что их достаточно будет и для второго года. 71. Это предсказывается для того, чтобы иудеи не были лишены надежды. 71. Ревность Господа Савофас делает это. 72. Видишь ли, что пророк все предостерегает царя, чтобы он никогда не думал, что спасение дастся ему ради его добродетелей, а не ради благоволения Божия. 73. Тем не менее, он впал в гордость. 73. Смотри на гордость неприятеля, на победу царя без пролития крови. 74. Сообразно тому, что предсказал пророк. 74. Падет от тебя тысяча, а ты только будешь видеть поражение неприятелей. 75. Защищу город мой ради Давида раба моего. 75. Смотри, как он смягчает сердце царя, чтобы он не впал в прегрешение. 76. Однако он согрешил. 76. 76. И вышел ангел Господень и поразил встание сирийском 185 тысяч человек. И встали поутру. И вот все, тела мертвые. Это случилось ночью, чтобы они, евреи, не приписывали себе победы. Чтобы если бы они когда-либо стали гордиться, им препятствовало в том самое время, так как все это совершилось в то время, когда спали. 77. И отступил, и пошел, и возвратился с Синоферим царя сирийский, и жил в Ниневии. 78. И когда он поклонялся в доме Несроха, бога своего, Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. 79. И воцарился Асардан, сын его, вместо него. 79. Смотри, каково неверие. 80. И после того, как он сознал многоразличную силу Божию, он почитал идолов и спрашивая от них спасения, и потому в то время испытал и силу Божию. 80. Когда он думал, что достиг дома, с ним случились большие бедствия. 80. Большие, чем те, которые произошли от ангела. 81. Он упал, убитый своими сыновьями, никакой пользы не принесли ему идолы, так как они были бессильны. 81. Нельзя сказать, что это произошло от того, что он не молился идолам. 81. Он был убит во время молитвы перед идолами. 82. Почему же ты, глупый дьявол, не помог ему, когда он предан был такому бедствию? 83. Он собрал воинов против варварских народов, и ты никак не помог ему, но допустил смерть многих воинов в чужой стране. 84. Однако он не жаловался на тебя, и не уклонился от тебя, и не хулил тебя, но пришедший молился тебе. 85. И почему же ты потерпел убийство его перед тобою? 86. Ясно, что ты совершенно бессилен. 86. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова